карачун в славянской мифологии злой дух сокращающий жизнь и олицетворяющий смерть в раннем возрасте а также по мнению ряда исследователей божество нижнего мира является повелителем морозов холода и мрака всем здорова с вами варчик в этом видео поговорим с вами про боевой пропуск 39 царство это то событие которое заменяет ежегодный марафон который обычно нас проходит около нового года последние несколько лет марафон был в начале декабря и представлял он из себя обычный марафон которому все привыкли нужно за недельку успеть набить марафончик пройти либо усердием либо мастерством получить свой танк и попробовать не сгореть полностью в этот раз нас ждет боевой пропуск который начнется 18 января 17 января так понимаю выходит у нас новый патч 1.19.1 на следующий день 18 января с 6 утра начинается наш боевой пропуск и 1 февраля он заканчивается до 6 февраля можно будет еще докупать какие-то там наборы в прем магазине связанные с этим 39 царством я думал что это прикол когда мельком какой-то видос увидел о том что марафон нас ждет на танк оху там корбин что-то рассказывал вроде я особо этот видос не смотрел я подумал это какой-то прикол но прикол в том что это не прикол этот боевой пропуск скобочках марафон в итоге приводит к тому что главная награда прем танку хо называется он карачун что такое карачу на начале видео вы уже слышали это реально но название этому корыту подходит честно говоря т-32 м как прем танк наверное в принципе как танк получше на себя ощущает в рандоме но вот ухо это полная задница у меня на прокачиваемом ухо есть три отметки этот танк просто параша единственно что можно на нем делать в рандоме это просто пытаться напить полторы тысячи урона радоваться если получилось и все равно вы весь бой будете и каждый бой кормить врагов насколько же он легко пробивается голдой а многие и без голды его пробивает это просто танк на котором ты пять минут едешь к середине карты доехал уже бой почти закончился тебя изи пробили все и все в принципе вот весь твой геймплей на этом ведре а если вы еще не опытный игрок и будете ехать там где нельзя вы даже и не доедете до середины карты вот в принципе такой вот танк огромный не сказать что классно на него броня пушка не особо мощная как для такого огромного ведра но и он не едет вообще ну в общем целом это огромный сарай просто жуть если бы он был льготный я бы еще поверил что он норм хотя на самом деле нет он даже льготный смотрится как-то не очень в принципе как танк не очень как и в любом боевом пропуске будет базовые награды и улучшенные награды получать их можно следующим путем просто катаете на танках 6 по 10 уровень и попадая в топ-10 или в топ-3 будете получать очки на каждом танке есть лимит очков чем выше уровень тем лимит больше просто катаете попадаете в топ по опыту и получаете очки эти очки повышают уровень за уровне получаете награды в принципе все также ежедневные задания тоже приносят очки в общем целом все как и обычно как и в любом боевом пропуске я думаю что танку хо вряд ли кого-то заинтересует как прим танк точнее это карачун но есть и фишки в этом всем но сначала поговорим про награды в базовых наградах там сам танк карачун шесть дней према инструкции 300 бон 600 тысяч серебра жменька декалек и всякая хрень и 2d стиль царевич всего 2d стилей будет 3 и как раз тот который бесплатный и он мне не нравится но не то что не нравится он такой себе а вот те которые мне понравились господство в воздухе и 39 царство они будут находиться в прем магазине их можно будет купить в наборе у каждого из этих 2d стилей свои уникальные отметки и выглядят они в принципе прикольно они намного как-то лучше на мой взгляд стилизованы как-то выглядят атмосфернее чем новогодние стиле и в принципе мне они нравятся хотя бы два из трех это уже успех также в улучшенных наградах можно будет получить еще 600 бон 3 резерва на серебро по 6 остальных резервов 600 из серебра всякие там инструкции два члена экипажа иван царевич и василиса прекрасно и еще двоих можно будет купить в прем магазине баба яга и кощей бессмертный у них своя уникальная озвучка честно говоря она мне не понравилось такое ощущение как будто бы они мало того что в акваланге еще и в бочке сверху эффекты конечно такой себе я честно говоря картошки на озвучке не люблю там какие-то душные эффекты неприятные озвучки не знаю зачем так сделано ну такое так вот в этой улучшенной награде есть 3d стиль и это 3d стиль если вы его получите будет приносить каждый день сколько-то голды за выполнение боевой задачи которая будет доступна один раз в день боевая задача просто попасть топ-10 по опыту вы попадаете получаете сколько-то голды рандомное количество от 5 до непонятно скольки так вот если вы будете 300 дней подряд получать по 5 голды то вы получите там около полторы тысячи голды а улучшенный боевой пропуск стоит 2 500 голды что как бы дешевле чем на его регионе там 3 500 и там 3d стиль или 2 до стиля или какой-то там стиль короче не приносит голду то есть если вам несколько раз за год повезет и выпадет голды больше чем 5 то может быть существует вероятность что вы отобьете 2 500 голды за год но вероятность конечно неизвестно какая если всегда будет по минималке выпадать то вы не отобьете но это каким надо быть психопатом задротом любителям унижений и просто терпилой танкистом чтобы на ухо каждый день выполнять эту задачу то в топ-10 попасть не сложно но когда у тебя изначально танк слабый то задача усложняется также в целом 3d стиль выглядит неплохо у него тоже уникальные отметки в общем и целом изначально все звучало как прикол что будет танку хо что тематика будет эти всякие каще и 3 9 царство и так далее но по сути выглядит неплохо честно говоря мне никогда не нравились камуфляжики в танках там и так далее они 90 процентов из них просто мазня какая-то но здесь пару прикольных камуфляже бесплатные награды в принципе пойдут стиль который притосят голду вопрос только к одному почему охо почему выбрали такой конченый танк это единственный вопрос а так мне нравится абсолютно все в этом боевом пропуске 3 9 царства кроме финального танка он прям наиммерзейший от конченей наверное нельзя было выбрать да еще и вроде 3 9 царства танки японские короче у меня это все как-то не вяжется почему такой танк и мне кажется что видимо хотят каждый год делать такой вот боевой пропуск на прям танк с 3d стилем который приносит голду потому что когда вы получите этот 3d стиль если получите то каждый день вы будете получать голду за выполнение задания но это задание будет выдаваться до 31 декабря 2023 года то есть это все на год дается и потом заканчивается и в следующем году снова будет такой вот боевой пропуск на какой-то танк с 3d стилем и опять такое задание с голдой хотят таким образом удержать аудиторию что ли тем более после нового года много у кого есть голда я думаю люди не сильно зажопят 2 500 голды если бы ни одно но если бы не танков хотя бы просто обычный нормальный танк я думаю не так сильно бы резал глаз а так просто прям кровь взялась хринячит от того что-то танков у меня просто меня слов нет почему это ведро а я еще на нем сдуру три отметки взял просто по приколу и я понимаю насколько же это мусор ладно такой вот боевой пропуск в принципе мне больше сказать нечего просто ждем в следующем году танк получше и 3d стиль на него который тоже приносит голду потому что на вот это мог играть желание абсолютно ноль если бы он каждый день по 2 500 голды давал может быть я пущу подумал это рано или поздно это надоело ну и для тех кто досмотрел видео до конца для самых преданных моих зрителей такая вот заметка для внимательных в случае необходимости характеристики машины могут быть изменены в том числе и после ее приобретения компенсация таких случаях не предусмотрено а мы помним что в этом году будут перебалансировать некоторые ветки в видео с планами на 2023 год можно было увидеть что там всякие ветки бачатов т5 хэви еще некоторых будут апать ну или перебалансировать не знаю может их будут нерфить хотя они так самые слабые а наш танк ухо и карачун это в принципе одно и то же и может быть это танк тоже апнут для этого тут эта писанина и существует можете зайти на сайте сами проверить это писюлька там есть но она также относится и к тому что танки могут и понерфить и тоже компенсации никакой не ждите в общем и целом увидим я думаю что танк получить можно а вот стоит ли на нем играть уже увидим после того как его апнут пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик горать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока